Суфля 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 Всем привет Прошу любить и жаловать Давай приступать Надо тебя ослепить Давай И начать курить Что ж, чашки забиты Мы используем кальяны от компании Panda Потому что они разборные и сборные Можно любую высоту выбирать, которая нам будет удобна В данном эксперименте это очень уместно Будем курить вкус альфакер киви Евгения, ты готова? Да Ну все, давай начнем Пробуй первый кальян Он перед тобой Достаточно легко тянется Очень сложно сказать, какой он по высоте Ну подожди, попробуй остальные Ты сможешь уже провести какую-то аналитику В сравнительных ощущениях, скажем так Ну вот это как будто еще легче тянется Давай попробуем третий вариант Так А можно еще раз первый? Конечно можно Ну у меня есть такое ощущение, что Ты мне по убывающей дал То есть сначала самый маленький Потом средний, потом высокий Я тебя сам сейчас спрошу, чтобы у нас было все по полочкам Первый кальян, который ты покурила Какой по высоте тебе показался? Маленький Второй? Средний Средний А третий? Самый высокий Самый высокий По вкусу, какой из этих кальянов показался тебе самым насыщенным, самым ярким? Последний Последний показался тебе самым насыщенным и самым ярким А ты почувствовала какую-то разницу в крепости кальяна? Они по крепости схожи, идентичны или все же нет? Да, схожи Схожи по крепости, да? Ну в принципе, ты можешь снять повязку и посмотреть, угадал это или нет Ты курила вот отсюда, вот сюда Понятно, короче, практически все не угадала Да, в этом случае, да Давай перейдем к следующему этапу Попробуем взять разный диаметр шахты Если в данном случае мы ориентировались на высоту Дальше мы посмотрим на ширину, толщину самой шахты Продолжаем эксперимент На столе два кальяна Один кальян от компании Альфа Хука Второй от компании Юнион Это капа, это Фибоначчи У капы диаметр шахты составляет 14 мм А у Фибоначчи диаметр шахты составляет 10 мм Давайте попытаемся понять, сможет ли Женя определить Где какая по диаметру шахта Где шире, где уже Ты понимаешь, да, значение диаметра шахты Типа насколько труба широкая Так, давай начнем с первого кальяна То есть, где шире труба, там должно, по идее, лучше тянуться Правильно? Ну, по идее, но и не только Вкусный такой вкус, не знаю, что у меня забили Это сибирный апельсин Ну вот это однозначно легче тянется Легче тянется? Легче, да Уровень воды налит одинаковый То есть, шахта примерно погружается в воду на 1 см Удлините, пожалуйста Все хорошо Но по вкусу, почему-то, вот первый, я больше чувствую вот этот апельсин, чем здесь Ты больше ощущаешь вкус? Вкус, да, но он приятнее почему-то Какой кальян тебе кажется тянется легче? Вот этот Справа который? Ну, который вот ты мне другой давал Ага Я не знаю, справа или слева Я понял, да Нет, подожди Сейчас Теперь мне кажется, что вот этот Вот этот? Да Который у тебя в руках? Да А какой по вкусу ярче? Ярче вот, который вот этот вот И по тяге? И по тяге он попроще идет Все, можешь снимать повязку Здесь ты, в принципе, угадала Здесь, да, действительно, шахта чуть шире Ага И тянется он Должен тянуться, он действительно полегче В общем, 50 на 50 Спасибо, Женя Пожалуйста Итак, следующий испытуемый Давид Погосов Это человек из кальянной индустрии Готов? Да Стартуем Итак, давайте пробовать Давид, перед тобой три кальяна разные по высоте Ты должен сейчас понять, где какой находится Давай, начнем Держи Это легче Это легче По тяге ты имеешь в виду? По тяге легче По тяге легче, понятно Давай, вот этот Это шпалка Шпалка ты имеешь в виду? Длинный, который Давай первый, который давал Давай первый, держи И второй, давай еще раз Это короткий Давай по порядку Первый, который ты покурил по высоте какой? Средний, наверное Средний Второй, который ты покурил по высоте какой? Да Он и был последний Это он и был, да Это третий был Второй какой? Получается маленький Маленький, да Снимай повязку Давал вот в этой последовательности Первым, вторым и третьим Ты все три высоты угадал Ты чувствовал разницу по крепости? Крепости нет, в тяге В тяге? Только лишь гидродинамика Спротивление Понятно Давайте перейдем теперь к диаметру шахты Итак, теперь давайте попробуем понять Сможет ли Давид определить Какую по диаметру шахту он курит Курить будешь с моих рук Он будет курить с моих рук Потому что он человек из индустрии И он на ощупь может по штуку определить Какая модель кальяна Поэтому Давид Ну, не поймите нас превратно Это все ради эксперимента Подношу к губам Где? Вот Как хорошо Давайте будем чередовать? Сразу чередовать? Я понял Твоя цель, в принципе, сейчас понять Именно... Давай другой Давай другой Прикольно накуривать армянских мужиков с рук Есть что-то? Альфа Где Альфа? Последний дал Последний дал тебе Да Можешь снимать повязку В принципе, ты угадал По крепости, по вкусу передачи Есть какие-то разницы, ощущения Какой из этих кальянов курился ярче? Концентрирование по вкусу Ну, на классике может поинтереснее курица Но ярче на Альфе Все, понятно Спасибо большое, Давид Спасибо, что попробовал, помог Не смеем вас больше задерживать Спасибо Итак, следующий участник фокус-группы Это Виктория Всем привет Да, поэтому сейчас мы приступим к эксперименту Я вынужден завязать твои глазки Виктория, ты готова пробовать? Всегда готова Ты помнишь, да, свою цель? Да, конечно Ты должна просто определить, где какой высоты кальян Хорошо И дальше ответить на наводящие, ну и вопросы Что ж, пробуй Надо сравнить с чем-то Да, сейчас ты будешь пробовать остальные кальяны Следующие Да-да-да Как будто он короче По ощущениям он Вот этот короче, по ощущениям Который у тебя в руках, он покороче? Да-да Давай И сейчас третий Держи А можно еще раз первый? Да, конечно Прошу Вот этот? Это меньше, чем третий Последний Меньше, чем третий Да-да-да Короче, первый средний Второй маленький Ага А третий высокий Самый большой Понятно А ты, допустим, по вкусопередаче почувствовала разницу? Какой-то из них курица ярче или глуше по вкусу? Последний, как будто бы ярче всего Ярче всего? Самый длинный, как будто бы самый яркий Вот так Все, я понял Ты можешь снимать повязку Угу Ты, в принципе, угадала А Этот кальян был первый Ты сказала, что он в средней высоте Этот второй Это третий Мы перейдем к диаметру теперь шахты Здесь ты отгадала Идем дальше Хорошо Виктория, давайте теперь вы будете пробовать кальяны разные по диаметру И давать субъективную оценку Прошу Я уже надел, да, все уже на месте Можно второй? Конечно Ну это прям в разы быстрее курица, короче, легче Легче? Намного Намного легче Как будто этот крепче Который у тебя в руках Он крепче, тебе кажется Да, да Можешь снимать маску Ты, в принципе, угадала Да, ты угадала Здесь кальян с более широким диаметром в 14 мм Здесь в 10 мм Поэтому по тяге ты смогла определить Но в теории этот кальян должен был куриться по вкусу насыщеннее Насыщеннее и крепче Что ж, большое спасибо, Вика Спасибо И не смею тебя больше задерживать Спасибо Следующий участник нашей фокус-группы это Юля Привет Как всегда, любите жаловать Давайте не будем разглагольствовать Сразу к эксперименту Давай Благодарю Что ж, готова пробовать? Не знаю, давай попробуем Выбора у тебя нет Давай начинать Первый кальян Как-то быстро тянется Давай, следующий Легче Легче первого? И крайний Хорошо Этот высокий Этот высокий? Да То есть, первый по высоте какой? Первый по высоте, скорее всего, маленький Маленький Второй? Средний А третий? Высокий Ты в крепости и во вкусе чувствуешь какую-то разницу между этими тремя кальянами? Какой-то из них курица, по-твоему, ярче? Ярче, курица вот эта Эта курица ярче всего, которое у тебя в руках? Да Снимай пояску Ну, ты, в принципе, по размерам угадала Здесь был самый низкий Хотя сначала ты сказала неправильно Сначала ты сказала, что этот ниже, но потом ты справилась По сути, верно, да Но в теории эти кальяны должны куриться по вкусу и по крепости сильнее и крепче Давай переходить к разным... по диаметру шахтам Попробуем там понять, справишься ты или нет Давай Здесь ты угадала Видите, сказывается вот Курение кальянов, да Давайте попробуем кальяны с разным диаметром шахты Одна шахта с диаметром 10 мм, вторая с диаметром 14 мм Ты же знаешь, да? Да, ты держишь Она тоже около кальянной индустрии, поэтому по форме штукана может понять, что это за кальян Мы даем ей с рук покурить Я подношу вам кальян к губам Так, подношу к губам Это второй кальян Опять первый подношу И опять второй подношу Который только что попробовал? Вот только что, да А по вкусу они как-то отличаются? Какой-то из них ярче курица или нет? По вкусу чуть ярче тот, который широкий Да? Да Ты можешь снимать повязку Ты угадала Кальян, который ты пробовала последним Капа у него действительно диаметр шахты чуть шире И если ты действительно почувствовала, что у него вкус ярче Да, поярче В теории это тоже правда В теории чем шире диаметр шахты, тем сильнее должен ощущаться вкус И тем меньше должны осаждаться частицы кальянного аэрозоля на каплях конденсата и в колбе, и в шахте, и в воде Вот этот, который тоньше, он как будто грубее курица, тяжелее Это из-за тонкой самой трубки шахты из-за диаметра Ну, в общем-то, ты угадала Спасибо тебе большое Всегда пожалуйста Погнали дальше Следующий участник фокус-группы это Вадим Салют Да, он тоже любит кальяны, поэтому давайте приступим сразу к эксперименту Let's go Итак, Вадим, ты готов? Протягиваю тебе первый шланг, держи, вот он Хороший кальян Первый кальян Давай второй пробуй на контрасте, чтобы понять Тяга второго мне нравится меньше, не знаю пока почему, попробую потом проанализировать Это как в чихане звук прям, да, это самый длинный по-другому И вот этот самый яркий, самый яркий по вкусу Да, то есть, ну Да? Вообще вкус Первый, второй, третий Первый Первый Хорошо Этот средний, третий, короткий Вот этот самый ништяковый Короче, то есть Этот средний, который ты сейчас куришь Да Значит, первый кальян, который тебе давали, это какой? Получается, это самый короткий Первый Да Второй? Второй средний Средний Третий, самый длинный Да, типа по вкусовым Мне сначала самое первое, самое первое, что понравилось, он какой-то Он был прям умеренный Третий, он мне не понравился, потому что он был перенасыщенный То есть, прям вот чувствовалось не горлом, а вот этими Я понял тебя Да, во рту прямо Второй, который средний По моей точке зрения Он как бы Тоже поступил По вкусу они сильно различаются по яркости? Вот третий сильно Третий прям сильно выделяется, короче Первые два примерно одинаковые Понятно, а по крепости? Ну не прям по возрастанию Первый был самый, типа, легкий Второй, по сожалению Третий такой Самый крепкий? Ну он самонасыщенный Ну то есть, я чувствую как бы то, что он прям сильнее дает Я понял Снимай боязку По высоте ты все угадал Здесь был низкий Первый, второй, средний Третий, высокий В теории, по курению Эти должны быть по вкусу и по крепости чуть ярче и чуть крепче Но это всего лишь была теория Практик показывает вот такие результаты Давай дальше Мы гангстер Айка, у тебя есть банданы? Моя бандана на твоих глазах На левом плече Синяя бандана Погнали Она черная Дальше Вадим будет пробовать разные по диаметру шахты И делиться своими впечатлениями Готов? Да Спасибо вам Второй Ну по идее, если шире, то должно легче куриться, правильно? По идее Ну вот это легче куриться Да А по насыщенности вкуса или по крепости ты можешь сказать, что они развещаются? Или они ознакомятся? Первый кальян, который, как я думаю Да, вот этот, в правой руке Который уже, правильно? Это да, Гатв? Да Ну, в смысле, я думаю, что он уже Да И у него медленнее воздух, скажем, протекает И поэтому он более насыщенный И меньше чувствуется самого воздуха То есть тут, как спил безалкогольных его выпил А потом у тебя привкус воды, короче, разбавлено И здесь примерно так же То есть вот этот колен, который первый Он тебе кажется ярче? Да, он меньше обогащен вот именно вот воздушным привкусом А крепче какой? Короче, вот это сейчас крепче, чем этот Получается, что здесь насыщеннее и Вкус ярче Вкус ярче, этот покрепче Ну, то есть вот такой осадочный привкус И да, это получается с узкой шахтой, этот широкой Снимай повязку Давай В принципе, ты угадал Здесь была шахта поуже диаметром 10 мм Здесь была шахта пошире диаметром в 14 мм В теории этот кальян должен кулиться и крепче и насыщеннее Ну, на практике ты почувствовал, что этот кальян курица крепче, но насыщеннее курица вот этот Мне так показалось, да Тебе так показалось, но это субъективно Спасибо большое, Вадим Это был прекрасный опыт, я должен сказать Это было очень интересно, спасибо большое, Вик Да, давайте перейдем к выводу Приходя к умозаключению, мы можем предположить Высота и диаметр шахты действительно влияют на концентрацию количества частиц кальянного аэрозоля Это подтверждают эксперименты, проведенные учеными Но на практике мы заметили, что эта разница показателей концентрации частиц кальянного аэрозоля при курении на разных по высоте шахтах не так сильно-то и ощущается Проще говоря, короче, разница есть, но она действительно слабо ощутима Больше как раз таки ощущалась разница между разными по диаметру шахтами Участникам эксперимента показалось, что более широкая по диаметру шахта курилась насыщеннее Концентрация частиц также влияет на дымность в процессе курения, но эта разница опять же не так сильно ощутима Если вы возьмете жиролюбивый и жиростойкий табак, в котором содержится достаточное количество глицерина и придадите этой забивке правильное количество жара, то вне зависимости от высоты и диаметра кальянной шахты дымный покур вам будет обеспечен Температура дыма также изменяется в зависимости от высоты шахты, однако это изменение температуры по Цельсию также очень слабо ощутимо человекам В этом случае куда более ощутимым будет кинуть шланг в морозилку, но это совсем извращение в стиле чайханы В общем и целом, дорогие друзья, высота и диаметр шахты действительно могут повлиять на показатели дымности, насыщенности и крепости во время курения Но разница, по сути, настолько мизерная, что это, ну, мало как скажется на качестве курения Поэтому, дорогие друзья, все эти процессы будут не особо вами ощутимы Выбирайте кальян по душе, который вам больше нравится по дизайну, который больше вас устраивает по цене Сильнее всего это в итоге скажется на гидродинамическое сопротивление при затяжке Поэтому, дорогие друзья, при выборе кальяна ориентируйтесь в основном на то, нравится ли он вам по дизайну, устраивает ли он вас по цене Высота и диаметр шахты это, скорее всего, будут не первостепенные показатели Для меня средние по высоте кальяны и до проведения этого эксперимента и всего этого опыта были предпочтений Но изучив всю информацию, я понял, что ученые тоже пришли к выводу, что действительно средние по высоте кальяны являются самыми оптимальными Потому что, во-первых, в сравнении с маленьким кальяном намного меньше шансов его затопить В сравнении с высоким кальяном его намного проще мыть Его можно поставить и на пол, и на стол Поэтому мне удобнее работать было всегда на них А вам, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр Надеюсь, этот видос был для вас очень интересен и познавателен Будьте молодцами И, как всегда по традиции, вам необходимо подписаться на мой канал на ютубе Вступить в нашу группу вконтакте Подписаться на наш инстаграм Хука Тайм Клаб И на мой инстаграм Айк Ашт Спасибо за внимание Всем удачи Всем пока И курите правильные кальяны Субтитры сделал DimaTorzok